25 июля мир был сотворен. Точнее, это был первый день. В этот день были заложены все основы мира. Ну, во второй день их разделения и так далее, до дня шестого. Этот день, день шестой, выпадает на первого Тишре. Еврейский праздник, первого Тишре. Ну, дата знакомая, нет? Что это? Это дата рожа жена, Нового года. Да, да, это та самая дата с тех пор и до нашего дня. Рожа жена – это день творения человека. Теперь, что произошло в этот день шестой? Нас это интересует только с точки зрения, что породила реальность суда в той форме, в которой она существует. Для этого обратимся к мидражу. Это очень такой непонятный мидраж. Сказано там-там. Прожа жена, был сотворен первый человек Адам. И дальше идет описание по часам. В первый час творец спланировал его. Во второй скоординировал с остальными творениями. В третий собрал исходный материал. В четвертый замесил. В пятый разделил внутренние части. В шестой завершил его, как истукана, как робота. На седьмой час вдохнул в него дух жизни. В восьмой поместил его в рай. В девятый повелел. Не есть дерево познания добра и зла. В десятый час человек согрешил. В одиннадцатый был судим. И в двенадцатый вышел на поруки. Ну, был прощен. Это метраж. Метраж сам по себе порождает сотню вопросов. Но мы не будем этим заниматься. Нас интересует суть. Человек был сотворен для определенной цели. Если бы он ее достиг, то вся история человечества стала бы развиваться совершенно по-другому. Но первый человек согрешил. И в тот же день был судим. И в тот же день первого Тишерея был прощен. Что мы из этого учим? Во-первых, стало ясно, почему суд первого Тишерея. То есть реальность божественного суда, как зерно, исходит к событиям шестого дня творения. Во-вторых, яснее становится и само судопроизводство. Что имеется в виду. А ну, обратите внимание. Сказано, что после греха человек был осужден. Но в конечном итоге прощен. Прощен? Первый человек был прощен. Если откроем Тору, то там ясно написано, что он был наказан, проклят, изгнан из рая. Будешь есть в этом мире в поте лица своего. Жена была проклята, земля. Это прощение? Ой-ой-ой-ой-ой. И вот тут-то и кроется ответ. Чем отличается суд человеческий от суда божественного? Цель суда Бога другая. Цель суда не наказать, а дать возможность исправления. Первый человек был поставлен в новые условия, которые позволят ему исправить свой проступок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это совсем другое. Ему и его потомкам Творец дал шесть тысяч лет на исправление шести первых дней. Вы слышите? На исправление. Значит, суть суда божественного не наказать человека, а дать ему возможность себя исправить. И тот факт, что Творец вообще судит его, тот факт, что и суть, уже это одно, является прощением и спасением. Переворот. Революция. И так же, как первый человек был прощен первого тишре, так же в этот день его потомки каждый год получают возможность быть судимыми. То есть, получить возможность исправления. Тишина. А ну скажем еще один раз. Творец долго терпим. Он дает человеку каждый раз возможность себя исправить. Это и есть Рошашана. Суд Бога – это попытка поставить человека в обстоятельства, которые помогут ему себя исправить. Это и есть установление судьбы человека. Слышите? Революция. Как это происходит? В начале каждого года рассматривает Творец деяния человека за прошлый год. И согласно этому устанавливает ему полигон испытаний. Его задачи на следующий год. Суд суда поставит человека в новое положение, в ситуацию, когда ему предоставят возможность исправить то, что в предыдущей ситуации ему этого не удалось. Вот так и только так он сможет прийти к совершенству и выполнить свою роль в мире. Разберем по порядку. Чтобы понять лучше эту идею, возьмем примеры конфетной фабрики. Чтобы что-то было повкуснее. Вы мне поможете. Фабрика конфетная состоит из трех цехов. Каждый выпускает свою продукцию. Ну, помогайте. Первый цех выпускает Отлично. Запоминайте. Красный ма и мишка на зубе. Красный. Второй цех? Второй цех выпускает, скажем, Мармелад. Очень хорошо. Третий? Ба. Отлично. А ну скажи, что происходит к концу года? В конце года в один прекрасный день собираются основные действующие лица. Основной кто? Хозяин завода. Ну и там управляющий директор, главный экономист, бухгалтер и так далее. Стали обсуждать. Так. А для чего моя фабрика существует? Спрашивает хозяин. Как вы думаете? Это вообще интересный вопрос. А для чего конфетные фабрики? Мы полагаем, что не существует, что нам было сладче. В принципе мы правы. Нам будет. Но еще больше сладче не нам, а капиталисту. Вот этому, который эту фабрику содержит. Фабрика существует, чтобы давать прибыль. Это ее конечная цель. Нет, чтобы нам было сладко. Цель, чтобы сладко было капиталисту. В этом смысл ее существования. А если не будет давать прибыль, то нет причины ее вообще содержать. Никого кормить. Мишка на севере не будет. И так хозяин открывает собрание простым вопросом. Где моя прибыль? Деньги давай. В скобках обратите внимание. Хотя в третьем цеху оркестр хороший, а во втором баскетболисты обыграли самих шахтеров. Культ просвет, работа идет отлично. Все на море съездили, никто не утонул. Ему на это начихать. Его волнует одно, прибыль есть или нет. Так, директор докладывает. Первый цех. С чем он там? Что мы сказали в первом цеху? А, красный мак. Отлично. Первый цех прекрасно справляется с поставленной задачей, дает прибыль. Мишка на севере отлично продается на юге. Красный мак слышится, как маковое поле, знаете, по торговле. Первый цех. Второй цех с мармеладом. Что вам сказать? Ни туда, ни сюда. А вот третий цех проблема. Одни убытки. Люди вроде как вафли перестали есть, что-то непонятно происходит. Что постановляет совет? На основе результатов прошлого года директорский совет устанавливает рабочий план на следующий год. Да. Первый цех. Кто там? Красный мак. Красный мак дает прибыль. Преуспевает. Отлично. Каждому выдать по коробке с мишкой косолапым премий бесплатной путевки в Беларусь. Этого повысить, этого посылать на бесплатную учебу и так далее. Так. Второй цех. Мармелад. Тут надо срочно что-то предпринимать. Искать новую обертку, название, лейбл изменик. Это мармеладка на севере, добавить оборудование. Надо что-то менять. Так. А третий цех? Вафли. Закрыть. А бухгалтер не согласен. Ой, знаете, есть кто еще любит вафли. Служить не подниму. Закрыть. Все. Всех уволить. А что с Абрашей? Ну, Абрашу можно перевести в другой цех. Ну, скажите, что тут произошло? Как любое предприятие, они установили бюджет следующего года, то есть смотрели в будущее, но делали это на основе опыта бюджета прошлого года. С точки зрения совета директоров, что это было, это было планирование. Но то же самое можно назвать по-другому. В принципе, это был суд. Ведь в результате такого планирования всем что-то досталось. Одному меньше, другому больше, кого-то уволили, кого-то повысили. Для простого человека это было, как с неба спустилось. Вот так и суд Творца. Он подобен незнакомому нам осуждению за прошлое, а планированию будущего. Броша жена, Творец устанавливает судьбу человека. То есть, какие средства и возможности он получит для того, чтобы он смог выполнить свою роль в новом году. Таким образом, на основе его деяния за прошлый год. Каждый человек получает свою роль. И ему необходимо получить средства для достижения цели своего исправления. Это и есть Рожа жена. Не суд виновен или невиновен, не наказание или поощрение, а планирование. Какую роль он получит. Вначале в общем, а в течение года в частности. Это как в упомянутой фабрике. Вначале устанавливается общий бюджет, а после этого начинает разрезать бюджетный торг на части. Сколько на первый цех, сколько на второй, а потом сколько в первом цеху получит каждый рабочий и так далее. так и человеком. Вначале устанавливается общее состояние его духовного уровня, его планка возможностей, а потом в течение года он получает соответствующие для этого средства. Какие? Жизнь, здоровье, зарплата. Все это дается в соответствии с новой ролью на Новый год. Все случайно и непредвиденно. Все события грядущего года устанавливаются в Рошашана и в течение года распределяются более конкретно. Каждый Рошходыш, то есть по месяцам, а впоследствии по дням. Добился поставленных целей в прошлом году, оп, планку раз повыше поставили. На продвижение больше испытаний. Не выполнил, а планку пониже, поспокойнее, меньше трудностей. Вон Абраша, видели? Ему мозги дали отличный, крепкий, а он что? Он ими кроссворды, ребусы решат, судука, знаете, каждый вечер. Ну, тогда опланку пониже, да? Случайно подвернулась отличная должность сторожа. Нормально. Хороший условие. А если бы старался, получил бы роль ведущего ученого. Точнее, помощника ведущего ученого. Имеется ввиду, в лаборатории ведущего ученого посылать имейл. Давайте приведем еще один пример. Возьмем, к примеру, театр. Но не театр на государственной дотации, а частный театр. Та же знакомая картина. В начале года собрался совет директоров запланировать следующий год. Что на повестке? Утверждение будущего бюджета на основе доходов прошлого. Да. Ну, все расселися, хозяин во главе, обращается ко всем. Ну, перечислите мне репертуар. Три спектакля на сцене. Первый, я и Онеги. Второй, три сестры и я. Третий спектакль, ну, Снегурочка и интернет. Должен быть интересно. Ну и как? По результатам года выяснилось, что первая постановка полный провал. Все зрители просторно умещаются, знаете, на первом ряду. Второй спектакль, три сестры. Что он сказать? Держится? Держится. Не делает ни доходов, ни расходов. Ну, вот третий, Снегурочка. Ну, Снегурочка с интернетом. Они гребут всю кассу. Что он сказать? Буфеты, часть зала забиты до отказа. До отказа. Ну, после того, как все разобрали, после бурных споров совет директоров постановил. Онегина со сцены снять, надоем. Три сестры пересадить, Снегурочку задобрить. Теперь скажите, что это значит? Ну, что имеется в виду? Что тут происходит? А ну, смотри, в титре все непросто. Там надо много платить еще тем, кто за сценой, главный режиссер, сценарист и так далее. Есть главный герой, звезда. Есть несколько второстепенных ролей, есть массовка, и, как правило, еще больше, и бутафория вокруг. На самой сцене все вертится вокруг главной роли. Другие тоже нужны, но в основном, чтобы оценить центрального, главную роль. Так вот, после обсуждения постановляет директориат театра перераспределить все ресурсы. Да, раньше у Негина была квартира около театра, нанимали людей гнать на него толпу, брать автографы, зарплата большая. Было у Негина, передали Снегурочку. Почему? Это соответствует ее роли в основной цели существования театра, потому что она приносит основной доход, а не Негин. И так во всем остальном, до всех маленьких деталей. К примеру, Валентин Моисеевич из массовки, он кричал громче других, старался. Дадим ему шанс, переведем ему из массовки на вторые роли, но заодно повысим зарплату, сидели на курорт и так далее. А вот другой наоборот, вторую роль завалил. Ну бывает, слова перепутал, да и споткнулся на сцене, и две статуэточки снес в тумбочке. Одну, когда падал, а вторую, когда поднимался. Ему надо дать новую роль, пусть стоит скандилляпром и не мешает. Сидит в бутафоре. И соответственно с этим ему полагается меньше почета, внимания, ну, зарплата поменьше. Жена обозвала, машина не нужна, пешком здоровее. Что это? Это перераспределение ресурсов. Человеческая жизнь это в каком-то роде театр. На сцене жизни все мы игроки. Есть, кто играет в ней главную роль, есть, кто второстепенную, есть, кто в массовке, а есть и бутафоре. Только вот кто из кто скрыто от нас. Тот, кто на первых ролях об этом и не подозревает, и особенно нечто мечтает. Кто в массовке считает себя центральным, главным, основным, и фантазии хоть отбавляет, что ему полагается, если что он должен получить. Одним словом, театр. И только сам Творец знает доходность каждого человеческого спектакля. Только он может перераспределить роли в жизни, которые помогут человеку стать лучше, полнее развить себя. Только он может установить, какие роли, какие средства полагаются. И одному для первой роли необходимо крепкое здоровье, а другому для такой же роли болезнь. Одного богатство исправить, а другого бедность. Одному необходимо беспокойство и приключение, а другому покой. это ему испытание. Вот это перераспределение ресурсов и происходит в Роша Шана. Это и есть установление судьбы человека. Помните, кому жить, кому умереть, кому покой, кому скитание, кому бедность, кому богатство, кто возвысится, а кто будет унижен. Все, что произойдет с нами в течение года, устанавливается в голове, в голове года в Роша Шана. Послушайте, тут ответ на многие наши вопросы и сомнения. К примеру, Анаша искал девушку с определенными качествами. Так, непонятно как, женился на девушке с качествами противоположными. Клара. Что он сказал? После года он это понял окончательно. Схватился за голову, ваа, катастрофа, не моя, не моя, совсем не моя. А что значит не моя? Это смотря с какой позиции посмотреть. Если с позиции удобства Абраши, естественно, не его. Но если с точки зрения цели жизни, то кто сказал, что для исправления Абраши ему подходит та, которую он искал? Может быть, для его предназначения в жизни нужна именно Клара, жена его, а не Зинком бладинка с гладкой шкурой. То есть, кой же мечтательский? Кто добивается именно этой работой, но, увы, его не приняли. Что? Трагедия. А кто сказал, что это ему в пользу? Вам страстно хочется разблогатеть, но наличие денег поможет вам исправить свои человеческие качества? Вы опоздали на самолет, все планы разрушены, катастрофа. Но кто сказал, что ваша жизнь должна завершиться 11 сентября? Не всегда то, к чему человек стремится, добро для него. И только творец знает, что истинное добро для самого человека. И не только для конкретного человека, но и всего человечества. Ведь в установлении роли человека и необходимых ему средств учитывается все. Что значит все? А ну вернемся к суду человеческому. Представьте, на скамье подсудимых опасный бандит, рецидивист. Так, попался. Наконец-то, гад. Прокурор начал обвинять. Отрицательный элемент. Его надо изолировать от общества минимум на 25 лет. Тут и тут и тут. Можете представить. То, что него стоит адвокат и обращается к суде. Уважаемый судья, не судите только по проступку. Примите в расчет, что у подсудимого жена сама с хозяйством не справляется. Дети будут сильно скучать и без присмотра тоже станут преступниками. Теперь и их семьи будут нуждаться. Подребуют дотацию у городских властей. И тогда надо будет поднять налоги в городе. А из-за этого у 7% семей не будет хватать деньги детям простоквашу. И им придется сосать медиций. И у них начнут портиться зубы. Поэтому я прошу вас, уважаемые судьи, освободить подсудимого сейчас. Слышали такое? Никогда. Никогда. Суд человеческий может учесть влияние этого поступка на весь мир? Нет. А вот суть нечеловеческий может. Он учитывает не только влияние на мир сейчас, но и как это связано с прошлым и как это скажется и впишется с целью творения в будущем. Итак, подведем итог. Прожжена творец устанавливает судьбу человека в общем. В этом потенциально заложены все миллиарды событий, которые произойдут с ним в новом году. Все материальные средства, которые он получит. Как это происходит? Ну, надеюсь, уже намек понят. Вроша шана каждому человеку выделяется годовой бюджет всех составляющих жизни. Сколько ему полагается в этом году денег? Копейка меньше и больше. Сколько страданий, сколько сна, сколько спокойствия. Глобально получаем все в роша шана. И в течение года это распределяется более конкретно каждый рош ход на месяц и последствия по дням. И то, что мы получаем в роша шана это то, что есть. Все, что можно единственное изменить это как это распределить течение года. Да ну, чуть поймем это на примерах. Легче будет осознать. Однажды слышал от рабейских айзрах и как рассказал как к нему пришел один на вред пожаловаться. У него родился ребенок и он каждую до часу ночи. Не давал ему спать. Ему стало учиться и он не знает что делать. Спросил воровиц скажи мне, а когда ребенок плачет кто за ним следит? Мурчина. А ты что делаешь? Я мучаюсь. В таком случае не иди спать и учись с 11 до часу. То делать было нечего. Он ушел. Через неделю он снова пришел и говорит Рав, все что вы сказали сделал. Нашел хевруту. Мы учимся до часу ночи. Но Рав, проблема. Сын прекратил плакать. Что делать? Он ответил ему смотри, ты можешь вернуться спать, но боюсь, что сынишка снова начнет плакать. или собаке будет плакать, сосед начнет учиться на скрипке играть. Вы слышите? Столько сна, сколько выделено человеку в мире, то он и получит. Как в аптеке. Сколько положено, столько будет спать. Или недавно произошла страшная трагедия, наверняка вы слышали. Французский самолет развалился в воздухе, и все пассажиры упали в море. Все до одного погибло. Была одна женщина, которая опоздала на этот рейс, и вылетела в следующем самолете. Для нее это было явно чудо спасения. Она прилетела во Францию, и по дороге домой погибла в автокатастрофе. Это называется судьба. Кому жить, кому покинуть этот мир. Все это устанавливается в рожа шана. Ей положено было жить на пару часов больше, как в аптеке. У меня есть знакомый однажды он рассказал немного о себе, как он пришел к еврейской жизни. Он такой здоровый, крепкий израильцянин, закончил школу, в армии был отборных войска, поехал путешествовать по всему миру, задержался в Нью-Йорке, поступил там в престижную школу поваров, шефов, на каком-то этапе вернулся в Израиль. Тут он устроился работать шеф-поваром в одном ресторане, дело пошло. И, знаете, постепенно, благодаря его умению, количество посетителей росло, еще больше росло. На каком-то этапе даже начали стать в очереди. Он стал думать, ну ничего себе, я тут, я тут вкалываю, что я работаю на дядю? Я работаю. А он деньги считает. Уволился, открыл свой ресторан. Ну, полная фиаска. Одни долги. Не пошло. Теперь делать нечего. Стал искать новую работу. Случайно встретил одного знакомого. У кто-то была совершенно сумасбродная идея. Там, открыть рыбный ресторан в безлюдном месте в заповеднике на севере Изра. Тот согласился. И из ничего, с нуля, в какой-то лачуге и нескольких стульб, это превратилось в солидный ресторан. Теперь у него снова пошли мучения. Я жарю рыбу, а он считает деньги. Уволился. Открыл свое дело в самом бойком месте, с учетом всех промахов. Вкладывал что-то наверняка и снова прогорел. И так было еще три раза. Пока он не понял, что если сверху ему не положено разбокатеть, то ничего не поможет. Знаете, это известная история про Ибинезер. Ибинезер был один из величайших еврейских мудрецов. Он был беднейший с беднейшей, просто нищий человек. Однажды он так сказал о себе, если я открою бизнес по продаже саванн, одежды покрытия для захоронения мертвых, перестанут умирать. И так во всем. В рожа жена выдается точно вся судьба человека в целом. А в течение года это выдается по частям.